Всем привет! Мне пришла новая посылка. Распаковали на таможне, посмотреть, что же там внутри. Вот, слушайте, они любопытные. Даже я не такой любопытный, как они на самом деле. Ну, ладушки, давайте будем распаковывать и посмотрим, что же нам прислали и из какого магазина. Это у нас Ugreen. Так, еще нам здесь вот какую-то такую штуку прислали. А, это просто бонус, то есть подарок от продавца. Вот такая вот штуковина, которая позволяет, ну, немножко организовать ваши провода. То есть, если у вас где-то путаница какая-то, вот эта липучка, она позволяет их скрутить и, в общем-то, все по красоте у вас становится. Итак, мы видим, что это вот такой вот чарджер для автомобиля плюс разветвитель для прикуривателя. То есть, стыкается вот эта штука в прикуриватель и вы сразу получаете два гнезда плюс два порта на зарядку. Выходной ток максимальный 4,8 А, как заявляет. Посмотрим, проверим. Поддерживает 12,24 вольта, то есть подойдет не только для легковых автомобилей, но и для грузовиков. В общем-то, выглядит довольно стильно и Ugreen всегда меня радовали своими упаковками. Покупалась эта штука в магазине Ugreen в официальном на Алиэкспрессе, поэтому, кому интересно, ссылка будет в описании. Я стараюсь, если я покупаю что-то от таких компаний, вот как Ugreen, может быть, похожих, то стараюсь покупать это все на официальных магазинах. Пусть даже там будет цена на 50 центов дороже, даже на доллар. Стараюсь. Ну, не всегда, конечно, это получается. Значит, входное напряжение от 12 до 24, выход 5 вольт 2,4 А, выход 96 Вт максимум. То есть, в принципе, эта штука может держать ток около 5 А свободно. Ну что ж, будем вскрывать и посмотрим, что же внутри. Упаковка классическая для Ugreen, они часто используют именно такой вид упаковки. Опа, картон экологически чистый, можно свободно выкидывать мусорку и вы не навредите окружающей среде. Ого, слушайте, ну такая увесистая штука. Так, здесь есть, я уже вижу, запасной предохранитель 10 А, скорее всего. Упаковка, конечно, немножко нестандартная, больше внутри ничего нет, кроме... Так, это у нас мануал, который рассказывает, как использовать эту штуку. Я думаю, что разберется даже дурачок. Ну, в общем, сейчас посмотрим, почитаем. Ой. Ну, в общем, кому интересно, можете поставить на паузу и почитать. Как это все будет выглядеть в автомобиле, я покажу попозже. Пикс. Сейчас посмотрим, предохранитель на сколько. И потом приступим к осмотру вот этой штуки. Итак, предохранитель у нас на 15 А, 250 В. Тут какие-то еще есть логотипы, какая-то дичь. Ну, в общем, есть предохранитель и это здорово. Надеюсь, он запасной. Так, вот так вот выглядит у нас эта штука. Самое интересное, что эти порты разные. То есть, они подходят под совершенно разные девайсы. Совершенно разные вот эти вот штуки, которые будете сувать сюда в прикуриватель. Внешне выглядят довольно симпатично. Единственное, что вот здесь есть вот такие царапины. Сразу, распаковывая упаковку, вы получаете вот такие вот царапины. То есть, это либо следы износа от того, что его кто-то тестировал и, я не знаю, прислал обратно. Либо, я не знаю, почему на новом устройстве будут вот такие царапины. То есть, ну, вот это косяк однозначно. Югрин. Я об этом напишу. Посмотрим, что они скажут. Здесь 3М-скотч. То есть, это база такая. Вы ее крепите в том месте, где вам нужно, где вам удобно. И потом вот эту штуку просто вот так вот раз. Защелкиваете. И у вас два прикуривателя и порты для зарядки. То есть, эту штуку можно, в принципе, подсоединить куда-то сзади, например, на заднее сидение или еще куда-то. Порты у нас, получается, отключаемые. С помощью вот таких кнопок механических. И судя по тому, что вокруг есть какая-то прозрачная пластиковая тема, то, скорее всего, эти кнопки будут подсвечиваться. Я покажу, как это выглядит в автомобиле. Собственно говоря, вы сами все увидите. Здесь у нас Ugreen логотипчик. Вот так вот выглядит эта штука. Довольно сильно пружинит. Что у нас здесь? Здесь у нас тоже предохранитель установлен. То есть, получается, что нам второй запасной предохранитель подарили. Это хорошо. Это радует. По цене эта штука очень дешевая. Я ссылку укажу в описании. Можете зайти посмотреть. Реально меня очень порадовало. По габаритам мне казалось, что она будет меньше. Но я понимаю, что хорошая, мощная вот такая вот приблуда, она не может быть маленькая. Потому что нужно, чтобы там была хорошая, мощная плата с мощными элементами управления и все остальное. Ну, в общем, вот так вот выглядит по габаритам. Ну, наверное, вот как половина ладошки. Ну и переносимся в автомобиль и смотрим, что она вообще может. И проверим, может быть, заодно токи, которые выдают порты. Ну что ж, ребят, провел я определенные тесты. Сначала я решил воткнуть в одно из гнезд прикуривателя ROIDME 3S. Это новое поколение ROIDME. И на каждый порт мы можем увидеть, что выдается выше 5 вольт. При том, что нагрузка 1 ампер держится. Нижний USB тестер, он немножко имеет погрешность. Он показывает чуть-чуть ниже потребляемый ток. Верхний USB тестер, конечно, более точный. Вы можете заметить, что при нагрузке 1 ампер, даже чуть-чуть побольше, напряжение у нас стабильно 5.25. После этого я решил увеличить нагрузку до 2 ампер. И мы можем увидеть, что напряжение не просело. Ну, то есть оно держится выше 5 вольт. Нет никакой просадки. Следовательно, на сами порты, которые являются прикуривателями, идет нормальное напряжение без какой-либо просадки. Там у нас используются качественные материалы. Я решил подождать немножко времени для того, чтобы немножко прогрелись резисторы, нагрузочные сопротивления. И посмотреть, какая будет дальше ситуация. Оказалось, что ток практически не просел. Ток как был 2 ампера, так и остался. Напряжение ниже 5 вольт не опускалось. А это значит, что данные порты работают отлично. Ну и понятное дело, что в данном сплиттере есть еще 2 USB порта. И было грех их не затестить. Поэтому я воткнул сразу по 1 амперу в нагрузку. При нагрузке в 1 ампер, как вы можете заметить, напряжение было выше 5 вольт. Дальше я увеличил нагрузку до 2 ампер. И посмотрите, что произошло. При токе в 2 ампера напряжение осталось выше 5 вольт. Следовательно, этот сплиттер можно смело рекомендовать к покупке. Потому что, как вы можете заметить, технически он выполнен идеально. Держит мощную нагрузку. При том, что в оба USB порта у меня воткнуто 2 мощных нагрузки. Напряжение не проседает. Это, конечно, отличные показатели. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Ссылки, где можно купить данный сплиттер, будут в описании. Не забудьте пользоваться кэшбэком. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Всем пока.